Спортсменов, участников 23-х зимних олимпийских игр, Костанайцы решили поддержать массовым благотворительным прокатом на коньках. За вечер на лед выйдут около 200 человек, в их числе новички и профессиональные спортсмены. Сейчас на прямой связи со студией находится наш корреспондент в регионе Наталья Строкова. Наталья, здравствуйте. Скажите, хватает ли всем инвентаря? Добрый вечер, Лариса. Мы сейчас находимся в городском дворце спорта. Сюда продолжают побывать люди. Что касается инвентаря, то за вечер планируют раздать 160 пар коньков. В основном их получают дети. Что касается взрослого населения, они приносят свои. И примечательно то, что новичков здесь обучают лучшие студенты вуза, спортивных факультетов и воспитанники школ по шорт-треку, хоккею и конькобежному спорту. В их числе и ребята из детской и юношеской спортивной школы номер 3, где тренировались участники зимних олимпийских игр. Денис Кузин и Виталий Пухкало. А вот Анастасия Крестова, которая представит регион на соревнованиях в Корее в шорт-треке, занималась в Рудном. Сейчас рядом со мной находится руководитель областного управления физической культуры и спорта Евгений Вильямс. Добрый вечер. Скажите, насколько активно сейчас в регионе развиваются зимние виды спорта? Сегодня в Кустанайской области зимние виды спорта развиваются достаточно активно. В первую очередь это связано с тем, что у нас работает первоклассный тренерско-преподавательский состав. Вы сами видите, что сегодня в Кустанайской области только в зимних олимпийских играх участвуют сразу три спортсмена. Это от шорт-трека Анастасия Крестова, лыжные гонки представляет Виталий Пухкало, Денис Кузин представляет кинкобежный спорт. Это наши самые основные опорные зимние виды спорта, которые развиваются в Кустанайской области. Кроме этого у нас активно создается спортивная инфраструктура. Только в этом году будет заключен договор государственного частного партнерства о строительстве ледового дворца в городе Кустанай. Конечно же он будет соответствовать всем необходимым международным стандартам для проведения различных мероприятий, турниров, чемпионатов и так далее. Ну и конечно же лыжные гонки, которые сегодня у нас получают свое развитие не только в детско-юношных спортивных школах, но и в общеобразовательных школах. Сегодня управление спорта Акимы городов и районов активно работают над тем, чтобы увеличивать количество инвентаря в школах наших и вовлекать как можно большее количество детей и подростков. И тому сопутствуют еще конечно же и родители, которые приводят своих детей не только в летние, но и в зимние виды спорта. Спасибо большое. Ну а я добавлю, чтобы участники благотворительного проката не замерзли. Всех угощают горячим чаем и баурсаками. Принимать горожан в ледовом дворце будут еще в ближайшие два часа. Лариса. Спасибо Наталья. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент в Кустанайской области Наталья Строкова. Спасибо.